Я вас приветствую, дамы и господа! Сегодня мы рассмотрим очередной случай из практики мастера. В нашем сегодняшнем обзоре будет участвовать пылесос Dyson V10 вот с таким вот дефектом. То есть пылесос при каких-то положениях самопроизвольно включается, и его невозможно отключить. Еще, как мы можем заметить, при внешнем осмотре, у нас появился небольшой люфт между аккумулятором и ручкой блока мотора. Соответственно, давайте проверим фиксацию аккумулятора к блоку мотора. Как мы можем заметить, винты прикручены хорошо. Так же винты ручки зафиксируем без люфта. Давайте попробуем разобрать. Откручиваем два винта нижних и винтуру панетки. Снимаем аккумулятор и смотрим, что у нас внутри. внутри мы видим, что контактная группа немного люфтит. Так же мы можем заметить, что вот есть вот такой вот винт. Вот он. Под отвертку T9. И можем заметить, что он, в общем-то, не закручен. То есть он каким-то образом раскрутился. Пробуем его докрутить до упора, без, соответственно, хруста. Все, закрутили. Проверяем. Люфт стал значительно меньше. Давайте попробуем собрать и посмотрите, что получилось. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова прикрутим пока на два винта итак смотрим остался ли люфт ручки как видим люфта больше между аккумулятором и ручкой блока мотора нет ну и соответственно никакого самопроизвольного включения у нас также нет пылесос включается выключается как только мы нажимаем на спускаем кнопку включения вот собственно этом моменте я хотел бы завершить этот обзор дело в том что данная проблема я встречаюсь уже дважды на этом пылесосе данный дефект я умеется смоделировал целью показать его моим зрителям от чего это происходит я точно сказать не могу полагаю что от многократных падений собственно на этом все если данная рубрика случай из практики мастера будет кому-то интересно напишите пожалуйста если это так в комментариях я продолжу ее снимать завидной регулярности собственно все всего доброго до свидания а а а а а а а а Субтитры подогнал «Симон»